Говорит спрашивающий, в нашей стране Алжир, да бережет ее Аллах, следует Масхабу, имама Налика. Однако вопросы Закат-Уль-Фитр берут мнение имама Абу-Ханифы, что Закат-Уль-Фитр выплачивается деньгами. Разрешено ли выплачивать деньгами? И каково ваше наставление для всех мусульман и Алжира в частности, если оно есть? Закат-Уль-Фитр разъяснил о ней посланник Аллаха, салаллаху алейху ассаляму, ясным разъяснением. А это один саак пшеницы, или один саак ячменя, или один саак фиников, или один саак изюма, или один саак творога. Потому что эта пища была во время посланника Аллаха, салаллаху алейху ассаляму, и она была обычаем. А если будет другая разновидность еды, которая принята в какой-то местности, то выплачивается из этой еды. Один саак из еды, потому что в хадисе сказано, один саак из еды, пища, которая принята в стране, которую готовят и едят, выплачивают из нее один саак. А что касается денег, то пророк, салаллаху алейху ассаляму, не приказывал выплачивать ими, хотя деньги были в его время, деньги имелись во время посланий к Аллаху алейху ассаляму. Почему он отказался от них и приказал выплачивать одним саак еды? И мы следуем тому, что пришло в хадисе. И мы не берем в фетву кого-либо или мнение кого-либо, если это противоречит словам посланий к Аллаху алейху ассаляму. Да. Дарует вам Аллах всего наилучшего, уважаемый шейх. Этот спрашивающий говорит, я выплатил за себя закат руфитр деньгами, а мой отец выплатил ее едой. Является ли наше действие правильным? Да воздаст вам Аллах благом. Твой отец изначально поступил правильно. Тот, который выплачивает едой, он прав. И ты выплати едой, которая равняется количеству один саак. Да. И это примерно 3 килограмма. Один саак примерно 3 килограмма. Да. Да. Да.